Знаете, я вообще не понимаю, почему то, что сейчас происходит с Каспией, почему это называют IPO. На самом деле IPO Каспия было в 2020 году, когда они начали только листинговаться, стали публичной компанией. А то, что сейчас, они просто меняют биржу, они переходят с лондонской биржи на, как я поняла, на Nasdaq. Если вы пойдете и проанализируете акции Каспии с 2020 года, вы увидите, что отметка в 100 долларов, в районе которой Каспий сейчас торгуется уже довольно продолжительное время, является такой своего рода психологической отметкой, которую, так же, как и у нефти, Каспий не может преодолеть уже давно. А теперь давайте поговорим о том, что влияет на цену акций. На цену акций влияет, первое, это спрос среди инвесторов, а на спрос влияют финансовые показатели компании. И мы знаем с вами, что 2023 и 2022 год были очень удачны для банковского сектора. Даже президент Такаев в своем обращении от 1 сентября это подчеркнул. Еще я хотела вам рассказать про процедуру Buyback. Это процедура обратного выкупа своих акций. И Каспий активно этим инструментом пользуется в последние два года. Эта информация есть в открытом доступе, кому интересно, вы можете погуглить. Ничего криминального или крамольного в этом нет. Это нормальный процесс, нормальный инструмент, которым пользуются многие американские компании в том числе. Для чего компания использует этот инструмент? Во-первых, если на счетах скопилось очень много кэша, очень много налички, то таким образом компания тратит деньги, выкупает, и не просто тратит, а выкупает назад свои акции. Соответственно, акций на рынке становится меньше, спрос на них выше, и цена, конечно, тоже растет. Такой вывод для себя я могу сделать. Во-первых, акции Каспий у меня в портфеле уже есть. Во-вторых, это не IPO, а больше просто переезд с одной биржи на другую. Если прям так вам хочется купить эти акции, вы можете не ждать IPO. Это можно сделать через любого другого брокера. В-третьих, если вы внимательно читали условия, то комиссия просто конская, 1% или минимум 30 долларов за сделку. То есть, если вы собирались купить одну-две акции, то это вообще невыгодно. Также нас всех как инвесторов интересует вопрос, какой потенциал роста есть сейчас у Каспий. И на мой взгляд, он небольшой.